МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому наша безопасность в наших руках, а в целом, как обстановка у нас сейчас происходит, нам на эти вопросы сегодня ответит Марина Лискова, пресс-секретарь УЧС в городе Усть-Каменогорск, а также Валентин Литвиненко, начальник отделения гражданской обороны, также УЧС в городе Усть-Каменогорск. Я рада вообще на самом деле вас видеть, честно. Хоть и темы у нас такие, но, как всегда, серьезные достаточно. Поэтому, наверное, Марин, все-таки тебе слово. Начнем с тебя, я так думаю, да? Ну да, давайте начнем с темы пожаров. Значит, что хотелось бы сказать, что у нас отопительный период близится к концу, буквально 15 апреля он закрывается. Но, к сожалению, хотелось бы сказать, что у нас, допустим, даже за прошедшую неделю, несмотря на то, что морозы ушли, пожары в жилом секторе случаются, происходят. И, к сожалению, за буквально там прошедшие 10 дней у нас получилось так, что погибло 3 человека на пожарах. Но вот что интересно, когда речь пошла об эфире, я подумала, на самом деле, что все-таки открывается дачный сезон, и тема будет в этом связана. На самом деле, как оказалось, что нет. Да, но пожароопасный сезон у нас как раз откроется 15 апреля. Мы еще встретимся, поговорим по этой теме. Но вот сейчас пока обстановка у нас такая в городе, что буквально, я говорю, за прошедшие 10 дней произошло очень много пожаров в жилом секторе. Они связаны с неосторожным обращением с огнем, несоблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, электроприборов и нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Но рейды у вас продолжаются, то есть вы продолжаете сейчас до сих пор ходить в прямом смысле по домам? До 15 апреля мы будем продолжать эти рейды и субботники пожарной безопасности, в том числе совместно с местной полицейской службой обходить дома, где проживают неблагополучные семьи, где у нас наибольшее количество пожаров происходит. И работу мы эту не будем приостанавливать. Даже когда у нас отопительный сезон кончится, мы все равно будем ходить по жилым домам, потому что, как правило, пожар у нас происходит круглый год в квартирах и домах. Ну вот опять же, можно же сейчас уже сделать какие-то определенные выводы. Как, во-первых, обстановка выглядит в самих домах, то есть вот эти рейды, что они дают? Какой можно анализ сделать тому? Подготовлены ли или нет? Халатность ли присутствует или нет? Многолетний опыт показал, что все-таки жители сами не желают устранять нарушение правил пожарной безопасности, пока не произойдет какое-нибудь горе или пожар. Есть люди, которые с первого раза внимают нашим правилам, рекомендациям, все это дело устраняют, потому что понимают, что безопасность их и в том числе людей, которые с ними проживают, зависит только от них. Но есть и случаи, когда приходишь в одну и ту же семью, и та же печка, которая была неисправна, она продолжает топиться и представлять угрозу. Кто-то говорит, что не хватает финансовых средств, списывает на это, так скажем. Но я считаю, что если уже много лет ты ее эксплуатируешь, необходимо просто не то, что изыскать средства, применить все возможные меры, чтобы устранить эти нарушения. Они на самом деле не так много требуют финансов. А вот что это, вновь напомним, телезритель, то есть что это из себя представляет, говоря об эксплуатации? Если это печное топление, обязательно, чтобы был притопочный лист у нас, который, к сожалению, как показали рейды, зачастую отсутствует, в связи с чем при топке печи искра попадает на тот же ковер, да, у нас или деревянный пол, и пожар разгорается с такой силой, что в считанные минуты дом сгорает. Естественно, это чистка определенная, да, то есть раз в три месяца должна производиться чистка, чтобы дымоходы не были заполнены сажей и не получить то же самое отравление угарным газом. Очень много случаев было связано с тем, что заслонку печи закрывают, чтобы больше эффекта и пара, так скажем, выделялась, да, жара, не пара, а жара. Но это очень крупнейшее нарушение, которое приводит к тому, что люди получают отравление угарным газом. Вот у нас более 40 человек в этом году с начала топительного периода, то есть с сентября по сегодняшний день, пострадали и были доставлены в больницы города, вот именно с этим диагнозом. Но ведь то, что перечислено, это не требует действительности огромных финансовых затрат. Да, есть же еще пожары, которые связаны с электроприборами, то есть ты выключил электроприбор, когда, допустим, не находишься дома или в ночное время, и тем самым себя обезопасить. Здесь элементарные правила пожарной безопасности. То есть все же, напомним, обозначим, это чайники. Уходя из дома, мы выключаем все электроприборы, соответственно, и в ночное время мы тоже не оставляем их в сети, потому что у нас были случаи, когда это происходило в ночное время, когда был включен электроприбор, и не один, в одну розетку, значит, это происходил аварийный режим, в соответствии пожар. Также очень много пожаров связано с неосторожным обращением с огнем, это и курение в нетрезвом виде, которое люди допускают все-таки дома, мы не можем запретить им курить дома, потому что это ответственность каждого за безопасность. Но люди пренебрегают, курят и совершенно этого не боятся. Ну, последствия, по крайней мере, в данном случае, они понятны. То есть это пожар, и сила, с которой это может все разгореться, ну, то есть вообще непредсказуемо на самом деле. Но в то же время сейчас, насколько известно многим горожанам, сейчас, опять же, у вас проверки ли рейдами, их можно обозначить, проходят и по всевозможным структурам также, да, то есть это места общественного пользования. Сейчас, ну, не особо внимания, у нас объекты с массовым пребыванием людей, это и торговые дома, и развлекательные центры, которые у нас есть, то есть все объекты, где именно находится большое количество людей. Значит, на сегодняшний день мы призываем всех предпринимателей, администрацию объектов, в связи с тем, что у нас проверка объектов запланирована второе полугодие, согласно законодательству, чтобы обезопасить себя и, так скажем, персонал, а также посетителей этих объектов, мы просим их написать инициативные письма, то есть согласно предпринимательского кодекса ст. 137, это будет иная форма проверки, по которой пройдет пожарно-техническое обследование, выдадим рекомендации, мы не будем за это привлекать к административной ответственности, это будет скорее рекомендательного характера такое обследование, и поэтому лучше, когда ты будешь знать, какие у тебя недочеты, минусы, вовремя устранишь эти нарушения, соответственно, обезопасишь свой объект и тех людей, которые на нем находятся, присутствуют, посещают его и так далее. А какие-то уже здания проверены или, ну, то есть есть ли информация о том, насколько они приспособлены, не обозначая объекты, а в целом обстановку? Те, которые мы проверяем ежегодно, да, допустим, мы можем сказать, что основные нарушения связаны на них, это связано с тем, что пути эвакуации в основном находятся в ненадлежащем состоянии, то есть они бывают захламлены, закрыты и не имеют свободный доступ. Также есть случаи, когда неисправна автоматическая пожарная сигнализация, горючая обработка пути эвакуации, то есть вот такие случаи происходят. И, к сожалению, неумение персонала правильно вести себя при пожаре, то есть это они должны обязательно проходить инструктажи, ответственные за пожарную безопасность, лицо обязательно должно проводить вот с персоналом данного объекта. Ну и сами горожане должны быть. Да, и вот хотелось бы показать вот такую памятку, то есть мы разработали для тех людей, которые прибывают, да, на объектах, то есть посещают, чтобы они обращали внимание, допустим, на пути эвакуации, специальные значки, чтобы они знали, куда бежать, что этот зеленый человечек и стрелочка, это не случайно, это для вас, чтобы вы знали, что в случае возгорания нужно двигаться по данному направлению, что нельзя пользоваться лифтами ни в коем случае, когда произошел пожар, потому что это небезопасно. И, естественно, помнить, что на случай пожара, в момент его нужно вызывать 101-112, и то, что концентрация дыма находится, как правило, вверху, да, и поэтому вот таким способом, ползком, нужно будет, прикрывая органы дыхания, двигаться в безопасное место. Ну, если загорелась одежда, понятно, что не стоит бежать, лучше предпринять меры, там, катаясь, да, или если есть возможность укрыться плотной тканью какой-то и так далее. Значит, ну, естественно, не прыгать с высоты, потому что пожарные на самом деле у нас все части раскиданы так, что район выезда, в принципе, 5 минут хватает до прибытия на место происшествия. Поэтому помощь близко, не нужно паниковать, и не стоит неправильные действия предпринимать, которые повлекут за это гибель человека. Мы к этой теме сейчас еще вернемся, уже к окончанию беседы. Почему? Потому что хотелось бы сразу с Валентином и темой паводков обсудить обстановку, и, ну, я уж извиняюсь, что я сейчас так скажу, но мы то наступят, то мы горим. Ну, вот в действительности так ситуация выглядит. Поэтому здесь хотелось бы для начала узнать обстановку в целом. То есть какова она на сегодняшний день, что с районами, которые были все-таки подтоплены, и на сегодняшний момент есть ли угроза возникновения, то есть какой-то определенной новой волны. Потому что если сейчас просто обратиться к элементарно-социальным сетям, может возникнуть паника. Вот просто если не обращаться к более такой достоверной информации, потому что записи, какие-то комментарии, да, фейковые какие-то публикации и так далее, это вызывает определенный ажиотаж. Поэтому что у нас происходит? Ну, хотелось бы поприветствовать, да? Да, здравствуйте. На сегодняшний день у нас обстановка стабилизировалась. С 10 марта у нас начался вот такой авральный режим работы. Начались паводки в связи с резким поднятием температуры воздуха наружного. А также у нас много места сыграло выпадение большого количества осадков в виде дождя. И, наверное, основной такой принцип, что повлекло за собой подтопление, это у нас глубокое промерзание почвы. То есть снега было мало? Да, снега было мало, почва промерзла. После того у нас выпало большое количество осадков в виде снега, то есть уже когда у нас промерзла почва, и после того, когда поднялась высокая температура, начали проходить эти склоновые потоки. То есть та вода, которая стекала с гор, она по пути своей следования нигде не впитывалась в землю, в почву. То есть вся вода, которая приходила с гор, она, получалось, у нас поступала в жилой сектор. С 10 числа у нас все службы были переведены на повышенный режим работы, то есть в круглосуточном режиме все 12 служб были задействованы по ликвидации вот этих вот последствий. Ну и получается у нас буквально два дня назад, вот 25 числа где-то у нас закончились последние работы по откачке с внутридворовых территорий потопленных. То есть у нас за этот период всего было потоплено 72 дома, 175 внутридворовых территорий и 110 дачных участков. Это по городу Скаменогорску? Это по городу Скаменогорску, да. А что можно сказать о людях насчет эвакуации? То есть были ли эвакуированы? То есть по городу Скаменогорску пока мы говорим? Да, эвакуационные мероприятия проводились. На данный момент у нас в эвакуационных пунктах, во временных пунктах размещено 40 человек. Это 32 человека у нас в городском социальном центре по поддержке населения Ульба и интернат имени Крупской. Там у нас находится 8 человек. И на данном этапе, получается, создано Акимом города распоряжение о назначении рабочей группы по обследованию вот этих вот домов, которые были потоплены в результате прохождения склоновых потоков. Это были дома, которые находились на как раз-таки той самой территории, которая подвержена? Или это, ну, то есть по стечению обстоятельств, и вот та ситуация, которая вы описываете? Ну, в этом году у нас так получилось, что практически стихия промерзания почвы практически все районы зацепила. То есть Усть-Каменогорск, он так же и называется, Усть-Каменный гор, то есть с гор вода вся стекает до сюда. То есть, наверное, в прошлые годы это было, когда вода уже доходила, то есть процентов 50 воды уже не было, а то и 70, она по дороге к поля там где-то впитывала. А здесь вся вода, которая таяла, вся направлялась к нам в город. Валентина, мы в начале зимы, то есть на прошлой нашей встрече обсуждали тему эвакуации самих людей, насколько, то есть мы оповещали, надо обозначить так, что мы предупреждали, что это возможно. Как горожане, ну, то есть в данном случае, к помощи, во-первых, относились? Не было ли вот тех ситуаций, когда говорили, что, ну, то есть были какие-то предупреждения, и люди все равно отказывались от эвакуации? Вот что в данном случае было? Ну, в таком, как бы у нас эвакуацию самостоятельно жители не занимались, мы, это эвакуация местного исполнительного органа, наша служба, получается, служба пожародушения, в частности, и местная полицейская служба, то есть на все вызова, которые были, ну, о помощи по эвакуации, мы отработали все вызова. Ну, да, такие бывают, конечно, жители, которые отказываются от эвакуации, но это в основном у нас такое население, которое уже при старелом возрасте, то есть они не хотят никуда с дома уходить. Ну, как бы у нас такого врального режима, чтобы затопляемость дома там была больше метра, там, или, ну, то есть, прям угроза, чтобы жизни, да, вот так, человеку такого не было. Ну, тем не менее, зов был по эвакуации всех людей, которых необходимо было эвакуировали, отработали эти моменты, и вот сейчас у нас 40 человек живут в тепле, пока мы все временно, и также им обеспечено горячее питание. А вот самое главное в сети действия, элементарные документы, все ли были при них, как Вы и говорили, то есть вот те правила, которые, ну, должен абсолютно каждый, даже уже отмало знать. Ну, в основном, да, все люди, которые были эвакуированы, у них при себе были, и документы, ценные вещи, ну, то есть, в первой необходимости, то, что требовалось, у них было с собой. Я правильно понимаю, если сейчас, ну, уже даже по сегодняшней погоде можно обратить внимание, что весна, возможно, будет дождливой. Соответственно, есть ли угроза вновь, то есть, большого количества воды? Ну, сейчас у нас уже, получается, такой угрозы нету, то есть, все склоны у нас уже, как вы видите, черные, да, отошли от снега. Во-первых. Во-вторых, где у нас уже на затапленной территории вода, где-то стояло, где-то солнце пригрело, то есть, почва у нас уже потихоньку отошла, то есть, она тоже будет впитывать. Осадки будут в виде дождя, да, вот предполагается, но мы думаем, что это все дело пойдется. Ну, в случае чего, всегда есть информирование, на которое, опять же, стоит реагировать горожанам. А теперь у меня вопрос, наверное, все-таки будет к Марине. Почему? Потому что вот если в случае темы Валентина по паводкам, горожане были подготовлены и знали свои действия, то есть, что и как делать, да? Вот в данном случае по всем возникшим, в принципе, ситуациям, по поводу того, что все равно дома горят, люди попадают в беду. Вопрос следующий. Насколько, в принципе, жители знают, что делать во время пожара? Инструкции висят везде. Их можно в интернете, в конце концов, найти. Планы эвакуации висят абсолютно в каждом здании, куда бы мы ни зашли. Вопрос только в том, кто вообще обращал внимание на то, что они есть, и не просто обращал внимание, а изучал в действительности, зайдя в здание, куда и как, в случае чего. Вот здесь проводился или какой-то анализ? Я могу сказать, что людей, во-первых, естественно, мы, если походим, обходим каждый дом, да, в каждую квартиру, можно сказать, попадаем. Мы, помимо того, что у нас рейды, мы организуем сходы. Еженедельно у нас проходят сходы с председателями КСК, кондоминиумами, вот и у нас на сегодня запланировано. То есть там мы, конечно, все это подробно доводим. Естественно, в каждой памятке это все дело расписано. Но я понимаю, что на сегодняшний день для любого из нас, даже если мы знаем помещение, в котором мы живем, находимся очень часто, для нас пожар, который распространяется в считанные минуты, это, конечно же, шок, паника, и ты просто теряешь самообладание, не знаешь, куда бежать и что делать, несмотря на то, что ты каждый день ходишь, допустим, по одной и той же лестнице и знаешь, где выход. Поэтому есть вот такой фактор, что человек может растеряться, даже будучи зная правила пожарной безопасности. Вот поэтому, когда я показывала данную памятку, мы говорим о том, что приходите вы в торговый центр, обратите внимание сразу, где находится выход, обратите внимание, где находятся огнетушители, чтобы знать... Куда случится бежать. И, естественно, заблаговременно, заранее должны люди побеспокоиться о том, чтобы помнить те же телефоны экстренных служб, потому что при проведении рейдов, вроде бы мы были в этом доме, оповещали, доводили, спрашиваешь, телефоны очень часто путают, то есть называют и 102, и 103, забывая о том, что при пожаре нужно в первую очередь ввести 101 и 112. Есть и такие факторы. Ну и, конечно же, что хотелось бы сказать, что для того, чтобы избежать этой паники, нужно проворачивать у себя в памяти, естественно, доводить до детей, что все-таки нужно делать при пожаре. Это обязательно, конечно, прикрывать органы дыхания, буквально ползком пробираться в сторону пути эвакуации, ни в коем случае не открывать окна, чтобы не было дополнительного притока кислорода, который только усилит возникновение, распространение огня. Поэтому ни в коем случае не будет лишним об этом напоминать. И на сегодняшний день нами направлены во все отделы предпринимательства, палаты предпринимательства, также объекты образования, здравоохранения, письма с рекомендациями повторно пройти на базе учебного центра. У нас есть специальный учебный центр, подать туда заявку нужно, чтобы персонал прошел еще раз или впервые кто-то, кто не обращался к нам. Этот инструктаж на базе учебного центра, это ни в коем случае не будет лишним. И в конце концов люди меняются, приходят, одни работают, через год это уже другие люди. И, естественно, это не будет ни в коем случае лишним, и обезопасит тот же объект еще и еще. А людям, естественно, мы постоянно в каждой нашей статье через средства массовой информации мы в первую очередь доводим то, что не должно привести к пожару, да, то есть степь требует, а потом уже приводим меры безопасности, что нужно делать при пожаре. Я надеюсь, что и в случае поводков, и в случае каких-то иных экстренных ситуаций, пожар ли это или что-то другое, не будет возникновения паники, все-таки будет контроль над эмоцией, но самое главное, не будет лишним вообще узнавать детально, что нужно делать в случае эвакуации, друзья. Тема такая. Поэтому я вам безопасно работаю в очередной раз, желаю, чтобы меньше было случаев. У нас сегодня в студии, я напомню, Марина Лескова, пресс-секретарь УЧС города Усть-Каменогорска, а также Валентин Литвиненко, начальник отделения гражданской обороны, также УЧС города Усть-Каменогорска. УчС города Усть-Каменогорска